Сегодня у нас в гостях Ксения Кузнецова, руководитель проекта Школы Цифрового Будущего. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какова цель создания Школы Цифрового Будущего? Целью создания Школы Цифрового Будущего является образование детей и молодежи путем реализации дополнительного образования по перспективным направлениям. Науки Цифрового Общества. Расскажите, с какого возраста можно в эту школу поступить и какие образовательные программы предусмотрены? Мы набираем детей и взрослых от 12 лет. Сейчас у нас подготовлено 6 образовательных программ. Это Я Блогер, где будут дети строить свои собственные социальные сети. Также узнают, как их рекламировать, продвигать, как на этом зарабатывать. Разработка компьютерных игр на платформе Юнити. Это современная платформа. Сейчас на ней написаны такие игры, как Skyrim, Rust и так далее. Также это программирование на Python, где дети познакомятся с основами алгоритмов языка. Также построят свои первые графические игры. Ну и это очень пригодится тем, кто будет сдавать ЕГЭ по информатике. Разработка мобильных приложений. Там дети будут писать на языке Java свои первые мобильные приложения. Но это на самом деле интересно, так как мобильные приложения есть у нас у всех. Компьютерная графика и моделирование. Там дети будут обрабатывать фотографии, строить векторы изображения, научатся делать баннеры, а также строить 3D-модели. Сейчас будет образование в дистанционном формате, поэтому 3D-модели распечатает преподаватель. И мы их привезем к каждому, кто пройдет данный курс. Так, и робототехника. Робототехника, там ребята будут конструировать роботов на платформе Ардуино. Стоимость у таких занятий определена, и если да, то сколько это будет стоить? Стоимость абонемента в месяц будет 4,5 тысячи рублей. Стоимость одного занятия – 1300. Первое занятие для всех желающих мы проводим бесплатно, чтобы вы могли посмотреть, определиться, что вам более интересно. И после этого записаться на наши образовательные программы. На данный момент везде и всюду дистанционное общение, дистанционное обучение, какие-то конференции. Вы, как человек, скажем так, цифрового века, педагог, какие плюсы вы видите в дистанционном обучении, общении? Ну, дистанционное обучение, мы считаем, что это обучение будущего. Оно ничем не хуже обучения, которое проводится контактным способом, так как оно проходит по средствам видеоконференц-связи. То есть ребенок полностью ощутит преподавателя, что он с ним находится, погрузится в образовательный процесс. Это не будет так, что мы дали вам много заданий, вы их дома сами разбираете, решаете. Нет, вы по пункту делаете все с преподавателем, затем это все повторяете и выполняете небольшое задание дома для закрепления данного результата. А какие-то методики преподавателями применяться будут, точнее, не какие-то, а какие методики? Это собственные какие-то наработки или уже что-то, что существует, на базе чего уже какие-то занятия и какой-то процесс обучения проводил? Ну, студенты СВГ уже полгода обучаются на дистанционной форме обучения. За это время мы уже сформировали много различных методик, как лучше преподнести материал различный. Также мы знаем, как интерактивно заинтересовать студентов, школьников, детей. Также образование детей и взрослых очень сильно отличается, мы на это тоже будем обращать внимание. Это у нас будет все учтено. Все образовательные программы построены так, что каждый найдет себе место и каждый сможет обучаться по данной образовательной программе. По окончанию обучения будет ли какой-то документ или экзамены какие-то, которые подтверждали бы квалификацию? У нас разработана ступенчатая система сертификатов, то есть за каждый модуль обучения будет выдаваться сертификат, что вы прошли данную ступень обучения. После того, как обучение пройден полный курс, будет выдаваться диплом о прохождении курса обучения. Так как у нас есть лицензия на образовательную деятельность, данный диплом можно использовать при устройстве на работу. Может быть, где-то его зачитают как ваш документ об образовании. Ну и для себя, конечно, это будет приятно. Спасибо вам за ответы на наши вопросы. Это был разговор по существу. Напоминаю, что в гостях у нас была Ксения Кузнецова, руководитель образовательной программы Центра дополнительного образования Школа Цифрового Будущего. Ну а я, Александр Тимшин. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова